Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня обсудим бедность. Об этом много и подробно говорилось накануне при обсуждении социального кодекса на правительственном часе в Мажелисе. Почти 4 часа обсуждали. К чему пришли точно, так это к тому, что критериям точки отчета благосостояния каждого гражданина хотят сделать медианный доход. Действительную объективную среднюю величину между доходами самых богатых и самых бедных. Это обстоятельство депутаты уже считают личной победой над несгибаемой чиновничьей бюрократией. Предлагают вовсе отказаться от другого привычного нам всем показателя МРП. Минимальный расчетный показатель, как считают в парламенте, уже давно не отражает никакой объективной реальности. Не связан МРП ни с экономикой, ни с заработной платой, а значит, цитата, не дает возможности обеспечения граждан адекватными социальными выплатами. Депутаты уже открыто настаивают отказаться от такой порочной методики, а профильное министерство труда и соцзащиты держится за показатель МРП мертвой хваткой. Почему? Попытаемся разобраться сегодня в дневной смене. И вот с нами на прямой связи депутат Мажелиса парламента Лизат Рамазанова. Лизат, здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот как вам такой подход, чтобы от МРП отказаться? Это же ваши коллеги заявили, причем уже не первый раз заявляют об этом, да? Вы как считаете, у вас какой на этот счет? Ну, давайте вот уже с финансовой точки зрения посмотрим на наш республиканский бюджет, на наш государственный бюджет и все социальные выплаты, которые из него производятся. По сути, точкой счета является не только МРП. Если мы будем говорить о государственных выплатах, социальных выплатах, то они, как правило, базируются на минимальном, то есть на прожиточном минимуме. То есть сегодня, я думаю, уже не аксиома, что МРП это не есть та самая конечная константа, которая должна быть при исчислении той или иной выплаты социальной. Ну, чем измеряются, нет, чем измеряются, вот какие выплаты у нас подвержены именно МРП? Это специальные государственные выплаты, которые идут в дополнение к базовым выплатам. К базовым выплатам это у нас по утере кормильца, по семьям, родителям, опекунам, которые воспитывают и ухаживают за детьми с инвалидностью. То есть это те самые выплаты из государственного бюджета, из республиканского бюджета, которые идут именно по списку номер один, списку номер два. Но специальные выплаты, которые рассчитываются месячным расчетным показателем, который с апреля месяца, если мне память не изменяет, составляет 3 тысячи 18 тенге, да? Исправьте или скорректируйте меня. То есть здесь мы говорим, что нет абсолютной константы, что только МРП. И мои последние переговоры с Министерством труда и социальной защиты, они полностью согласны, что в принципе можно пересмотреть вообще подход и отказаться от месячного расчетного показателя, когда вопрос идет о социальных выплатах. Лиза, а можно еще раз? Прямо уточнить хочу. Хорошо. То есть в Министерстве труда вам так сказали, что они согласны? Министерство труда и, по-моему, на брифинге, который давала министр труда и социальной защиты, госпожа Тамара Касымна... Дюси, да? Ну, было сказано, что в принципе есть опция сделать акцент на прожиточный минимум, то есть отойти от понятия месячный расчетный показатель. Но здесь же мы понимаем, что нам нужно, во-первых, услышать мнение двух ведомств. Министерство финансов и Министерство национальной экономики. Да, все верно. Ни те, ни другие, я, кстати, подчеркну, подключились к нашему эфиру, не нашли времени и возможности. Очень жаль, очень жаль. Это два ключевых ведомства, которые у нас должны участвовать в вопросах социальных выплат. Потому что на текущие, вот в рамках социального кодекса, 2 триллиона тенге идут на социальные выплаты. То есть это очень большая сумма денег, и мы бы хотели, например, здесь понять позицию этих двух ведомств. Давайте послушаем одну из позиций, то, что было сказано на брифинге как раз руководителем одного из этих ведомств Министерства труда. Давайте послушаем. МРП. Вы смотрите, согласно Конституции, есть гарантированные государством выплаты. Гарантированные государством выплаты – это те, значит, пенсии, пособия, которые являются единственным источником, может быть, у человека. Поэтому в этой части государство будет гарантировать выплаты их теперь. Первое. Исходя сегодня из прожиточного минимума, завтра из медианного дохода, и плюс еще исходя из минимальной заработной платы. Вот это вот одна группа, с которой мы, все эти показатели имеют свою основу и экономическую природу. Теперь, значит, если вот эти доходы, которые они получают, окажутся низкими, то вторая есть – социальная поддержка. Социальная поддержка, она будет оказываться из каких-то расчетных показателей. Вот это и есть МРП. Это дополнительная социальная поддержка, которую государство оказывает только, если у него есть возможность. Вот сегодня государство представляет разные специальные пособия. Поэтому МРП для социальной поддержки, как расчетные показатели, сегодня будет оставаться. Если завтра Министерство национальной экономики скажет, что вместо месячного расчетного показателя будет другая расчетная единица, может быть, это тоже будет рассмотрено. Поэтому мы здесь будем исходить из предложений наших коллег. Ну вот, слышали, да, мне очень понравилось, что, в принципе, то есть Министерство труда настаивает, чтобы МРП сохранилось. Но если Министерство национальной экономики вдруг решит сделать по-другому, то они с этим согласятся. Ну, здесь странно вообще, да, то есть мы не то, что там Министерство одно или другое не пришли к нам в эфиры, и мы здесь все обиделись, а как-то выразить свою точку зрения, расшить ее, рассказать, да, а не просто там сказать, что нет, мы дальше ничего не комментируем. Мы же пытаемся здесь выяснить, да, что и как они хотят сделать. Вы знаете, это, наверное, вот такой уже, ну, застоявшийся стереотип, когда в рамках формирования политики той или иной вот сферы, в данном ситуации мы говорим, социальную сферу, да, то есть Министерство финансово-экономического блока приняло такую позицию, что, ну, пусть Министерство отраслевое определится, это не наш вопрос, я тут с ними не очень согласна. То есть здесь, когда Министерство труда и социальной защиты говорит, что мы переходим, готовы переходить совершенно новым критериям оценки ситуации, социальной ситуации в стране, то я думаю, здесь нужны актуарные расчеты. И я настаиваю, чтобы эти два ведомства все-таки нашли возможность прийти в эфир и разъяснить позицию, позицию финансово-экономического блока к этим проблемам. А не то, что мы так урывками получаем с брифингов и где-то как-то понимаем так, как мы это поняли. Да, вот с нами на прямой связи из Алматы экономист Алишер Кожазбаев. Алишер, здравствуйте. Алишер? Да-да-да, меня слышно, я надеюсь? Да-да-да, слышно, отлично. Ну, вы наверняка слышали то, что мы говорили вначале. Вот отказ от МРП, как идея вот вчера была предложена депутатским корпусом, и вы сейчас слышали позицию профильного министра, которая все свалила на другое профильное министерство и так далее. Вот как это все можно объяснить? Как оно может укладываться у нас? Ну, вы знаете, моя позиция, она, конечно, не константа, может меняться, но пока мне кажется, что нам надо заняться, наконец, реальными вещами и в парламенте начинать обсуждать какие-то реальные вещи. Вот, смотрите, наша задача, которая, по большому счету, если ее по-настоящему назвать, задача — это рост благосостояния населения. Рост благосостояния населения зависит от количества предприятий, работающих на территории республики, от их конкурентоспособности этих предприятий, от их экспортного потенциала, значит, от их количества рабочих мест и, самое главное, качества этих рабочих мест. Вот теперь разберемся, вот на все это ни МРП, ни МЗП вообще никак не влияет. Я вообще не понимаю, почему мы эту тему так долго обсуждаем, аж 4 часа парламентарии потратили. Вот для чего используется МРП? МРП используется как точка отчета для штрафов, комиссий и так далее и тому подобное. Вот все, что мы видим, штрафы за нарушение ПДД, еще за что-нибудь рассчитывается. И еще эти налоги, которые платятся как не процент от чего-то, типа КПН, НДС, а как какая-то фиксированная сумма, рассчитывается опять же из МРП. Ну, мы что, налоги хотим поднять? Или, например, нам какая разница, мы будем считать, допустим, штраф за пересечение двойной сплошной, как 10% от медианной зарплаты или как 2 МРП? Какая вам разница? Это просто точка отчета, потому что очень много выплат, и там нужна какая-то формула. Вот если формула какая-то нужна, значит, нужно что-то принять за базу. Число Пи, да? Медианную, да, ее проценты, да, число Пи. Или там медианную зарплату, или среднюю зарплату, или там МРП, разницы никакой. Теперь по поводу минимальной заработной платы. Честно говоря, вот в реальной жизни для предпринимателей, вот для меня в частности, минимальная заработная плата вообще ничего не значит, кроме как, я знаю, некоторые предприятия, которые платят зарплаты в конвертах людям. И поскольку людям нужно официальное трудоустройство, чтобы там кредиты получать, еще чего-то, их садят на минимальную заработную плату, остальное платят в конверте. Оттуда же и пенсионка минимальная платится? Отсюда и пенсионка минимальная. Теперь, если отсюда взять и поднять там условно минимальную заработную плату в два раза, то работодатель просто перестанет лидеть сажат на минимальную заработную плату. Вот этот бедный работодатель, который не богатые предприятия, небольшие предприятия, маленькие магазинчики, вообще перестанут, скажут, хочешь у нас работать, только в конверте будешь зарплату получать. Мы, наоборот, введем часть экономики в конверте, потому что предприятия не настолько сильные, чтобы минимальную заработную плату сейчас задирать. Теперь надо помнить о том, что все-таки задача это повышение благосостояния, эти вещи на нее на самом деле не влияет почему они обсуждаются как мне кажется давайте я скажу очень откровенно я думаю что как я всегда говорю народ не обязан быть не экономистами не финансистами и вот эта тематика давайте мы поднимем минимальную заработную плату или мрп откажется от него она просто сладко звучит а поскольку для людей которые не понимают что это просто для формулы и просто на бумажке осталось полизм это да это просто сладко звучит а у нас парламент зашел в электоральный период и сейчас он говорит такие вещи которые людям очень сильно нравятся а на самом деле ни на чё не влияет еще раз говорю количество рабочих мест качество этих рабочих мест количество предприятий их экспортный потенциал их производительность труда вот это бы лучше обсуждали по 4 часа честное слово а вот все то что обсуждается никакого отношения к реального благосостояния не имеет это просто часть формулы это все да ну спасибо большое давайте поддержим эту тему и послушаем что вчера и как было сказано депутатом нурман бетовой про мрп продолжается использование введенного еще на пороге независимости месячного расчетного показателя мрп да возможно удобен для планирования но мрп не связан ни с экономикой не заработной платой поэтому считаем целесообразно перспективе перевести социальные выплаты исходя из единого показателя либо величины прожиточного минимума либо минимальной заработной платы следующее что вызывает озабоченность это отсутствие адекватных методик определения социальных параметров так величина прожиточного минимума опять отстаёт от реалии продовольственная инфляция за месяцев текущего года достигла порядка 20 процентов то есть заложенная для исчисления пенсии пособие величина прожиточное минимум уже не дает возможности обеспечения граждан адекватными социальными выплатами поэтому настоятельно рекомендую министерству начать работу по совершенствованию методики исчисления прожиточного минимума ну вот у меня как лизат рамазановый вопрос лизат парируете насчет того что электральный эпилеют начался и вот просто популизм такой ваших коллег ну я бы не хотела сейчас предвосхищать зрителей какой-либо полемикой да я во первых хотела бы внести конкретику да в этот вопрос четыре часа обсуждался не вопрос мрп или прожиточный минимум или минимальная заработная плата обсуждался очень серьезный документ который в странах наверное не всех не во всех странах мира он существует это комплексный документ который бы отдавал структурные ответы на социальные вызовы то есть это социальный кодекс и он не просто свод законов и нормативно правых актов которые отвечают на эти вопросы или регламентируют это во первых серьезный документ который будет влиять в том числе на внутри государственную политику в целом то есть четыре часа обсуждался совсем другой документ они вопрос мрп это первое второе а то том что опять таки в поддержку господина бисимбаева хочу сказать что да ключевой вопрос который всегда вызывает вопрос это благосостояние рост благосостояния населения сегодня мы говорим о реалиях инфляции о том что сейчас мы имеем на продукты питания у нас по моему на 20 процентов инфляция выросла причем она выросла практически по всем категориям налогооблагаемая база которая сегодня является ну единственным источником республиканского бюджета да насколько мы создали условия чтобы предприятие в казахстане открыто в белую работали и насколько наша система налогообложения этому благосклонно влияет готова вот это ключевое то есть сегодня вопрос социальных выплат он впрямую зависит от возможности бюджета как его посчитать на что сделать акцент это вопрос совсем десятый с этим я абсолютно согласна мзп или медиальная зарплата мы говорим вопросы когда мы рассматриваем именно социальные почему у нас отсутствует орган который у нас планирует который у нас официально скажем так распределяет бюджетные средства на те или иные вопросы то есть какая политика у страны что говорит ключевое министерство которое эту политику определяет да мы понимаем что 60 процентов нашего республиканского бюджета сегодня финансирует социальные вопросы 60 процентов вот бюджет своей семьи возьмите пожалуйста да то есть вы же будете по доходам жить вы же не будете делать экстра расходы из своего семейного бюджета который вы не не закрываете своими доходами сегодня мы говорим в министерство нации экономики или имеете ввиду я имею ввиду финансово-экономический блок я их не разрываю финансово-экономический блок который отвечает а за поступление поступления зависят в первую очередь как вот господин экономист сказал от увеличения налогооблагаемой базы да то есть у нас должны быть условия чтобы бизнес хотел работать должен хотел работать в белую мы должны налоговую налоговую фон налоговую ситуацию создать стране чтобы мы сейчас говорим о приходе скажем так компаний международных транснациональных компаний в нашу страну чтобы появлялись новые рабочие места что у нас геополитическая ситуация более благоприятная для этих компаний ну хорошо а какие мы условия создаем потом давайте зададим вопрос когда мы перестанем платить опять-таки вот пресловутый вопрос да зарплаты в конвертах да то есть мы же понимаем что чтобы закрывать социальную потребность страны здесь трехсторонняя должна быть договоренность это государство население и бизнес назад а вот это триумвират вернуть вам вы же тоже часть власти да ну то есть вы же могли законы где-то ужесточить где-то сами проявить инициативу законотворческого предложить что-то где-то что-то перекрыть где-то что-то ну вы понимаете о чем я да у вас тоже большие полномочия мягко говоря почему с вашей стороны этого не сделано раз уж мы здесь спрашиваем абстрактно кого-то в эфир давайте с вас начнем вот где-то чувствуете что вот парламентский корпус депутатский где-то не доработал может быть я не доработку парламентского корпуса не вижу я хочу сказать что формула которую президент страны сейчас задает он начинает работать то есть это партнерское такое действие и парламента и правительства то есть подотчетный подотчетное правительство высокого уровня профессиональный парламент да то есть здесь подотчетность исполнительного органа она как ни крутите очень важны потому что с точки зрения представительной власти в рамках законопроектов которые инициируются депутатами мы понимаем что точечные вопросы которые касаются очень многих секторов экономики да они должны это мое мое убеждение лично мое да я не хочу за весь депутатский корпус говорить что эти проекте законов то есть налоговый кодекс таможенный кодекс бюджетный кодекс промышленная безопасность до развития индустриализации эти проекты законов должны исходить от исполнительного органа здесь законодательная инициатива правительства очень важна со своей стороны могу сказать что депутатский корпус практически на всех этапах активно участвует и мы стараемся вот вопросы которые до нас избиратели доносят в те или иные нормативно правые акты я уверен что если по если бы вот представители министерств профильных которых мы назвали все-таки нашли смелость подключились они наверняка тоже нашли ну аргументы к тому что они тоже работают безусловно да вот давайте вот колем уж мрп просто очень ограничено время я хотел бы чтоб сейчас поставили блиц мы специально просили казахстанцев а на юге страны уж сегодня на севере холода поговорили с людьми спасили знают ли они вообще принципе что такое мрп давайте простой вопрос минимальная заработная плата по моему да ну это сколько ты получаешь по минимуму правильно ну я как понимаю что это то количество которое например будет штраф за штраф или же еще какие-то нарушения может быть мрп да что-то метричный показатель мрп да ну относительно это расчетная валюта которая измеряется штрафы больше не знаю знаем минимальный расчетный показатель дальше что он у него много чего зависит и доходы и пенсии и зарплата месячный расчетный показатель минимальный корзинка продовольственная выживаемость наверное мрп это штрафы да это месячные расчетные показатели но насколько я знаю при выплате при социальных выплатах каких-то при налогообложении может быть штрафов для назначения пенсии населения пенсионерам выплата сейчас 23 года добавили же 3500 чем-то месячный расчетный показатель да это месячный расчетный показатель так применяют когда вот документы сдаешь на пособие еще на это ну не знаю но есть много когда мы они нам нужно знание их на двадцать второй год кажется 3180 деньги с 1 апреля было где применяется где применяется я не помню где назначают в цоне как мы это в цоне учитывают все варианты по мрп по налоговым когда налоги платишь это месячный расчетный показатель во всех пособие социальные пособия пенсия на штрафы на все применяйте ну вот отчасти видно было приятно стоит по картинке как от холода от морозов к теплу теплее 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 ну и и по ответам людей тоже было понятно что все таки кто-то что-то в мрп понимает отчасти это смысле алишер кожазбаева подтверждает то что он сказал да про то что людям собственно мрп это минимальная заработная плата или как главный фактически доход да вот арман бисимбаев с нами на связи экономист хотя армана уже прокомментировали арман ваше высказывание но вы пока они не подключались да здравствуйте что вы думаете по поводу отмены мрп ну по его предложение об отмене мрп скажем так старики я пока услышал вот что предлагают отменить мрп в части социальных вы выплат все верно то есть это такая знаете частичная отмена называется то есть не предлагается отменить мрп вообще как вот как форму исчисления которой она по сути дела является а вот в этой части мы давайте-ка вот эту вот вот этот мрп уберем ну то есть не везде почему потому что мрп же используется не только при исчислении социальных особей там пенсии льгот и всего остального он довольно часто используется в налоговом кодексе он довольно часто используется ну вот опять же штрафы алишер об этом говорил и так далее то есть это некий универсальный а индикатив который там пересматривается каждый год и по которому то есть вы однажды просто прописываете норму что там допустим там вот этого выплата там будет там 10 мрп и дальше пересматривать ее просто-напросто не надо почему потому что вам достаточно просто менять значение мрп и денежное выражение вот этой вот выплаты она будет меняться автоматом то есть это как бы экономит ваше время экономит вот эту трудину что вам не надо каждый раз пересматривать каждую статью расходов вот в этом плане это универсально здесь предлагают как бы я так понимаю идут от простого к сложному то есть к усложнению почему потому что как только вы отменяете вот мрп в этой части это означает чтобы к этим цифрам будете каждый год возвращаться каждый год эта тема так или иначе тема и обсуждения да и и надо будет пересматривать и потому что ну надо же индексировать или как я говорил что есть второе дно об этом что вы однажды вот это вот установите и получится примерно как с мзп однажды поставили ее там 42 500 сколько она у нас провисела с тех пор пока не стала окончательно неактуальной 42 500 три года у нас провисела да ну то есть как только вы это привязываете допустим какой-то социальные выплаты к мзп вы перестаете просто вспоминать об мзп и как бы все эти льготы тоже как бы перестают автоматами индексировать армана армана правильная хитрость такая даром правильно я понял что так или иначе вывод здесь солидарно солидарно с али шером что это просто депутатский популизм ну мне сложно об этом судить вот есть какое-то обсуждение идет какой-то вот как какие-то разговоры об этом мне кажется здесь нужны все-таки пояснения зачем вам это ну то есть вот это было по она никому не мешало никого это не смущало как бы ну ну было и было до предмета обсуждения нет по сути дела его его во всяком случае не было с чего вдруг он всплыл ну может быть вы тогда объясните почему до этого это было приемлемо а теперь оказалось что этот показатель не соответствует ни экономике и там ничему другому получается мы все это время жили по лжи или что назад можно вы получаете на нас получается тогда все это время обманывали или что то есть почему тогда это было актуально это было работало это работало а мрп это же универсальная штука да это это не мзп мрп это такая штука как такой отвлеченный можно даже сказать некий такой абстрактный индикатив если его вот так вот можно назвать которые ну просто пересматривают как-то понятное дело что он может быть там не привязан напрямую там каким-то какой-то каким-то экономическим показателем просто там сверху там 100 тенге накинул там стало вот так следующем году еще спать и генокинул вот так стало вот потому что мы так захотели может быть даже и так но это подстревает но но и на тем не менее это был и универсальный индикатив которому было привязано очень много параметров социальных расходов и которых не надо каждый раз пересматривать почему потому что как только вы убираете из этой конструкции мрп сыпет и ста и привязывать каким-то цивно у вас вся конструкция сыпется вы каждый раз каждый год будете вынуждены возвращаться к этим цифрам и говорить вот смотрите у нас мзп поменялся давайте мы вот здесь поменяем а еще вот здесь а вот и вот так вот завтра еще какая-нибудь методика изменится понимаете с точки зрения институциональных рисков и восприятия институциональной рамки в нашей стране вообще вот я я сам человек который вот постоянно за это выступает институциональная рамка должна быть стабильная вот таких вот шатаний и вот таких вот колебаний а давайте вот то что было отменим а потом там и ведь нет гарантии что через пару лет придет новое правительство сказать ой а знаете а ведь мрп было неплохим инструментом а давайте вернем но ведь вы через это уже не раз проходили зачем вот эта вся свистопляска я честное слово не очень понимаю да арман спасибо большое за комментарий а вот у нас на связи сейчас есть наш наш корреспондент из китая понятно что нам нужно смотреть опыт опыт международный в том числе там европейский изучали насколько я знаю и опыт американский в россии сейчас подглядывать особо нечего но вот есть у нас большой сосед на востоке как китай с бедностью боролись фото гос здравствуйте здрасте александр еще в начале прошлого года китай объявил о полной победе над бедностью и построение средне зажиточного общества вообще саму идею построения сяукан общество среднего достатка выдвинул еще в конце 1970-х годов архитектор китайских реформ дэн сио пин таким образом ну вот за с тех пор за 40 лет около 770 миллионов человек было избавлено от бедности то есть вклад китая в глобальную борьбу с этим с этой проблемой составил больше 70 процентов а вот 2012 года когда уже си дзинпин пришел к власти около 100 миллионов китайцев преодолели порог бедности на этой цели правительство выделила порядка 250 миллиардов долларов но здесь нужно отметить что меры включали не только например улучшение жилищных условий более широкий доступ к образованию и здравоохранению предоставление рабочих мест это также было строительство инфраструктуры примеру прокладка автомобильных дорог линии электропередачи особенно это было актуально для жителей отдаленных районов страны это также помощь более богатых морских приморских восточных провинции более бедным западным это и переселение миллионов людей из труднодоступных районов субсидии специальные курсы обучения переподготовки фермеров чтобы они могли а вести современное хозяйство и быть вовлечены в торговую деятельность это также а предоставление рабочих мест для трудящихся членов семьи в других регионах без переселения всей семьи а то есть мер было очень много на к примеру если взять переселение граждан из труднодоступных районов более пригодные для жизни вот этим летом мы побывали в такой деревне в нентях уэйском автономном районе для людей построили дома как нам объяснили 50 квадратов например им предоставили бесплатно а за дополнительной площади им они платили уже сами в этой деревне есть школа медицинский пункт созданы рабочие места проведена вода в доме то есть есть все чего у них не было раньше даже есть свой рынок для занятия электронной коммерцией как вы знаете сейчас в китае это очень процветает в том числе продажи в прямом эфире и это все сейчас доступно и для сельской местности по официальным данным вот таким образом уточняющий вопрос да у нас просто очень мало времени меня подгоняют скажите есть какой-то в китае или может быть был такой аналог мрп то есть точка отсчета вот критерий от которого чего много завязано вообще в китае есть такое понятие как порог бедности настоящее время он составляет 4000 юаня это в год на человека а это конечно намного меньше чем объявленность мирным банком порог его в 1,9 долларов в день на человека ну вот такой такой показатель есть вот именно мрп такого показателя я не нашла да понятно спасибо того стоит я так понимаю китайки китай отталкивается от черты бедности вот алишер окужа сбаева если на связи включите пожалуйста алишер да вопрос мало мало очень времени я попросил бы так немножко сжато резюме вот давайте так абстрактно допустим что от меня это что вместо вообще может быть какая-то альтернатива мрп существовать и к чему я думаю я зана такой показатель для исчисления я хотел добавить сказали что обвиняю депутатов популизме ни в коем случае то есть здесь немножко все одно разные вещи я хочу сказать что раздать раздать акции сам рук казна население вот это популизм а у парламентарист на самом деле не столько популизм они же тоже не обязаны быть там главными экономистами для этого есть министр экономики министр финансов вот они просто там определенные чаяния народа доносят отчаяние народа они действительно вот мы послушали людям кажется что от этого зависит сколько будет выплат от этого зависит какие будут штрафы от этого зависит как у тебя искал сколько минимально ты зарабатываешь а от этого не зависит зависит как правильно сказал уважаемый депутат от возможности госбюджета вот поэтому какой-то условный показатель можно его переназвать чтобы ли не будут условный показатель для расчетов должен быть я противник чтобы его менять то что там уже все бизнес-процессы настроены на расчет этого мрп и хочет менять это заниматься пустой волокитой не приносящий никакого реального результата но какой-то условный базовый показатель сюда должен быть мрп не мрп какой угодно он может быть больше меньше от чего считать без разницы да спасибо большое большое лишь армана куту арман очень коротко пожалуйста меня уже попросят там заканчивать эфир да очень коротко резюме ваш а если не мрп то и какой аналог вдруг может ли быть такой нет слушайте но есть мировые практики давайте мы их как-нибудь изучили за там европейский опыт американский опыт китайский опыт но может быть если уж вам мрп не угрожает ну давайте тогда изучим как они это делают и возьмем лучшие практики которые работают ну может быть хотя бы так ну если сами своим умом дойти не можем давайте учиться на чужих ошибках что называется да спасибо арман если если мрп нам не угрожает зачем его отменять лиза коротко ваш ваш резюме да к сожалению очень жал жаль что из всего четырехчасового мероприятия вытащили только эта тема мрп это к сожалению очень много эфиров не переживайте к сожалению не самый ключевой термин который обсуждался обсуждался проблема обсуждалась проблема насколько социальный кодекс который сейчас обсуждается и у населения очень большие ожидания насколько он отвечает именно главной формуле увеличение доходов населения ответит ли этой формуле или нет а мрп это один из десятых моментов я понял да я понял лизат я вас сразу вот прямо через эфир приглашаю будем про социальный кодекс говорить вы наш гость с удовольствием да прежде чем закончить я хотел бы паса что поставили на синхронами профильного министра которая сказала что в принципе с бедностью в стране в нашей побороться можно значит сказать что вообще бедных не будет нельзя но своевременно оказывать людям поддержку и упредить эту бедность возможно понимаете да упредить бедность возможно осталось только сделать это все что мы успели обсудить к этому часу дневная смена вернется в эфир 18 15 оставайтесь на хабар 24